здравствуйте дорогие друзья пока еще не пропиталась здесь она все напряжением я покажу расскажу а потом уже буду включать как я и обещал и так получилось что мое желание совпало желанием заказчика с одессы алексей ловинов прислал свою плату фалькона и попросил переделать плату фалькона одну и вторую и в тут поставить ему программируемый светосинкранизатор учитывая то что кто не фотограф и не имеет допустим большое количество всевозможных источников света в том числе и вспышек прекрасно понимает что не все светосинхронизатора работают корректно вот у меня допустим я положил здесь специально это вот на нашей микросхеме или можно на импортной собрать программируемая светосинхронизатор на первый и второй пых эта схема обыкновенная может быть как низковольтная это точно также низкая высоковольтная значит работает только по одному пыху а теперь представьте я уже точно сейчас не помню и не хочу сочинять по моему минут минут минута минута фотографирует вспышка там есть три по моему импульса она дает то есть этот уже стратил и этот сразу стратил что касается вот этого программируемого светосинхронизатора который выполнен на микроконтроллере микрочип или как вам будет удобнее по ушам пик 12 f675 он работает по принципу вы сами задаете ту программу которая необходима если включили он работает по первому если начинаете программировать он будет работать под вашу вспышку будет делать два пыха или же будет делать ровно столько сколько вы допустим ваша вспышка будет делать импульсов оценочных и третий это тоже программируемый режим где работает по третьему и более импульсом достаточно удобная схемка очень удобная мне например я как и говорил так и выполняю свои обещания у меня это более наверное уже 5 лет попался как-то фильм выполнил этот там четыре мощные вспышки и в том числе у этих вспышек находился вот этот программируемый светосинхронизатор вспышки изготавливал под себя под свои потребности илья рязанов кстати я выражаю и в фильме и напишу в аннотации огромную благодарность ему за поддержку и кое-какие уточнения по поводу программирования и очень-очень был удивлен но по крайней мере у меня такой необходимости не было свои вспышки которые вот у меня имелись это я уже неоднократно вам показывал у меня есть допустим от пентакса обыкновенная пентакс 200 fg она работает тетейл режиме все но нет света ловушки с хорошей 540 вспышкой были уже у меня тогда какие-то потребности уже невыполнимые поэтому я во все вспышки свои старые поставил света ловушки и скажу откровенно вот сколько я уже не переделал и не делал разных вспышек проблема всегда состояла в том что вот очень сложно пусть даже без панельки вот такая толщина более одного сантиметра всунуть куда-либо абориты здесь тоже уже в маленькие здесь практически 25 на 25 23 на 25 у этой у этой платка есть бы я не обтачивал не подтачивал под абориты мне она пока так сильно не нужно 15 на 15 габариты вот этой платы получается где-то 14 и 2 14 с половиной на 23 ее также спокойненько я еще не обрезал не трогал и вышло так что вот начал собирать компоновать и как говорится эту платку радиодеталями часть у меня не оказалось что пришлось до ждать вот такие вот smd электролитические конденсаторы то есть все я полностью ее сделал под smd вот как вы видите здесь все полностью если обточить я уже сказал здесь вот самые самые минимальные размеры это все выносится на исполняющее устройство как и вот сам здесь то это фото транзистор значит я перепробовал уже отправил заказчику схему значит с переделками и для себя решил вот собрать платка готова более мощнее вот устройство по типу филов которые я переделал где-то на 150 300 джоулей чтоб можно было мне здесь еще экспериментировать с разными мощностями прекрасно вот с этой схемой работает вот фото транзистор вот эти фото диоды практически ну без проблем а теперь самое главное помимо того что вы можете программировать здесь отсутствует вот самый страшный момент который мешает всем буквально фотографом если вспышка стоит у окна или вспышка стоит на улице или вспышка как-то освещена другими источниками света то все вот такие вот типа светоловушки начинают слепнуть и очень сложно тогда как я вам уже показывал даже вот в своем предыдущем фильме надо ставить экранчик или от наушников которая поролоновая накладочка его закрывать чтобы меньше было света тогда он реагирует этот же практически ему абсолютно все равно свет не свет темно или любое освещение потому что мы при включении самое основное это мы задаем ему программу как ему работать вот он будет видеть только вот вашу вспышку на другие он уже реагировать не будут это очень-очень-очень хорошо что он не слепнет теперь я пока еще не перешел к показу расскажу вот я программировал я вот таким устройством я уже его показывал я на пиках очень много делал разных поделок и полтора года я не пользовался может быть около этого времени и вышла такая ситуация что начинаю прав делать прошивку и он мне поговорить что файл устарел кто-то устарела то это не так то это не так выход нашел я очень быстро благодаря подсказки илья так как он не правильный файл хех прислал для прошивки а те файлы были по ссылкам которые я хотел бы вам дать они плохие битые и пришлось заново перепрошить обновить драйвера у пикета третьего ну после этого все нормально без проблем как говорится заработала поэтому сложность я думаю не может возникнуть у вас если будут трудности напишите я потом подскажу значит собиралась все устройство вот по такой простейшей схеме значит здесь если так разобраться раз два три 4 5 6 7 8 9 10 радио деталей но кнопка 11 вот аккумулятор будет 12 если вы будете собирать я ссылочку оставлю на эту схему на все остальное на описание если вы будете собирать эту схему для себя то здесь вот допустим указано cr2025 у меня 20 по моему 32 без разницы главное чтобы было три от трех до пяти вольт как здесь вот указано я даже и 6 и 7 то есть практически вы сами понимаете что пик контроллер вот вы его как вы ставите на какое напряжение работать на то он и будет но не превышая допустим 10-15 процентов того которого которого на котором работает пик контроллер этот может выдержать до 12 вольт напряжения поэтому если вы хотите вот сделать для себя схему эту свою вспышку так который вот у вас питается от аккумулятора там 6 вольт спокойненько ее подсоединяете к питанию аккумуляторной батареи ничего не садит практически и здесь тиристор здесь мср-106 я уже не помню какой я поставил там тоже тиристор без разницы ну и опять же все все номиналы которые здесь указаны без переделки один к одному они все подходят единственно обратите внимание на светодиоды потому что действительно я начал перебирать чуть-чуть возникла у меня здесь проблема потому что то не так светился то мне не нравилось пока не поставил диод тот которого здесь рекомендован 1 и 7 вольта и остальное все пожалуйста пробуйте проверяйте работает великолепно без никаких проблем ну а теперь так как у нас время и многие из вас жалуются что я много рассказываю я так перейду к прямому показу что вначале нужно включаем нашу вспышку дело в том что да если вы будете его тестировать то практически можете его и без подключения к вспышке все здесь подключается подсоединили аккумуляторную батарею и можно сразу приступать к программированию потом подсоединить через допустим тюльпанчик любой какой вы захотите разъем подсоединить к синхроконтактам не обязательно в присутствие вспышки значит что здесь самое опасное как вы обратили внимание на схему то минус общий что на батарее электропитание что в сети наш 0 как вы сунете вилку бог его знает поэтому здесь может быть и фаза может быть и ноль гуляющий поэтому будьте добры очень внимательно под напряжением находится минус аккумулятора под напряжением находится и сама кнопка так как она коммутирует минус при программировании вытаскивать но в инструкции к использованию этого триггера написано что надо пока разрядиться прочее 10 только лишь тогда можно вытаскивать батарейку или допустим вытаскивать эту батарейку с помощью это ну я считаю если вы будете так как я вот делал алексею для его фалькона я просто поставил обыкновенный этот со стерео на у с моно наушников я поставил под его разъем и перепаял все то есть спокойненько он вставляет и у него этот фалькон работает под его конкретные это вспышки ну а теперь давайте приступим к рассмотрению вот мы включили нашу основную мою тестовую конструкцию которую я здесь сделаю всю обкатку у нас ничего не горит если вот мы сейчас будем с вами пыхать как вы видите ничего у меня не получается что для этого нужно мы его должны включить включили вот он у нас включился и начинает работать на первый импульс из скажу откровенно вот я повернул сейчас сзади спины включаю в потолок включил то есть вспышка отрабатывает великолепно без всяких задержек даже вот под стол пыхнул все равно она все работает при программировании вы в инструкции написано значит что нужно при я не буду рассказывать как программировать не буду забирать ваше драгоценное время как у вас возникнут вопросы в программировании самого допустим света синхронизатора именно как его под свою вспышку я вам потом это все по почте объясню и в крайнем случае можете вот келье рязанову зайти в контактах на его страничку он там выложил лично для меня фильм как он там включал программировал сам света синхронизатор можно будет посмотреть никаких проблем сложности нет коротко нажали если горит долго статье там описано значит он ждет команду в течение минуты 35 может 40 секунду горит светодиод в это время сам наш пик получает программу ту которую работать с фото вспышкой вашей фото вспышка значит что здесь хорошо даже если вы вот сейчас вот как она разрядилась взяли отключили отсоединили батарейку убрали все в пике вы сами понимаете в этом микрочипе остается эта программа которую вот вы за за программировали с помощью этих кнопочек и вашей вспышки света не боится ничего не боится никаких засветок никаких паразитных включений выключений не мониторов никого просто супер я очень доволен еще раз большое спасибо илье за то что я лет пять назад увидел эту этот эту светоловушку с его вспышками и смог это все сейчас воплотить в дело ну и самое такое что важное если вы будете писать на почту друзья огромная просьба когда вы спрашиваете за радиодетали или еще за какие-либо компоненты указывайте где вы проживаете потому что я проживаю город харьков это украина и сами понимаете по вашему электронному адресу почты мне сложно судить я могу только сказать что вы или россиянин или допустим зарегистрированы на российском ресурсе а проживать можете где угодно хоть во франции так как вот у меня было человек с балагарии написал из франции написал адрес российский поэтому указывайте где вы проживаете ну и понятное дело кроме ника хоть пишите как вас зовут вот пожалуй все благодарю вас за внимание до скорых встреч пишите а